Для меня фестиваль живое образование – это место, где можно узнать о самом новом, что есть в мире альтернативного образования. Альтернативного школьному, государственному, традиционному, альтернативного сферы привычного дополнительного образования. Для меня люди, которые собрались здесь, несут действительно новое, живое в мир обучения и воспитания детей. Они отвечают на живые, актуальные запросы родителей. Они своими силами решают противоречия в образовании традиционном. И вот эта отвага поиска, отвага пробовать что-то, может быть, не всегда успешное, но альтернативное мертвому замерзшему. Это, конечно, для меня большая миссия и такое большое мое ощущение уважения к этим людям, искателям, экспериментаторам, инженерам нового типа, новых моделей образования. И здесь необыкновенная есть атмосфера. Это атмосфера не ведущих и ведомых, не обучающих и обучаемых, а есть атмосфера сотрудничества и диалога. Это действительно необыкновенно, когда лидеры в своем деле, в своей школе абсолютно на равных общаются и с такими же коллегами, и с обычной аудиторией, обычными участниками. Потому что здесь, на фестивале жилого образования, собираются как директора, начальники, президенты, руководители своих учреждений и организаций, так и обычные родители, которые ищут необычную школу для своих детей, хорошую школу для своих детей, хорошее учреждение, неравное школе для своих детей. И даже те родители, которые имеют несколько детей и представляют собой многодетные семьи и большую такую родительскую популяцию, эти родители озабочены, заинтересованы в создании некоторой среды такой для своих детей, которая будет и в режиме учебного дня, и внеучебной деятельности. А также на фестивале живого образования мне очень понравились дети. Здесь много детей. И на самом деле таких мероприятий о детях, об обучении образования детей, на которых дети по-настоящему свободны, их мало, потому что это всегда трудно для организаторов. И, пожалуй, я впервые нахожусь в аудиториях, где рядом с говорящими, обсуждающими взрослыми делают свое детское дело, бесятся, играют, рисуют, общаются, спят, едят дети. И это никому не мешает. Для меня лично мир нового образования, альтернативного, традиционному, это мир, практически стирающий различия между взрослыми и детьми, когда они вместе делают общее дело. Вот для меня это абсолютно новое. Я это увидела, что это не просто теория, не просто идея, а это возможно в жизни. Вот. Для меня фестиваль живое образование про это, про живых людей, про живые методы, про живые модели образования и про живых людей. Вот. Я очень благодарна организаторам, и мне было это очень интересно. Это отличные летние дни в красивом, свободном месте, где только условные стены из кирпича разделяют учебное пространство или пространство информации обмена опытом и свободную природу с курочками, деревьями, солнцем. И здесь можно из одного пространства в другое попасть очень легко в течение нескольких секунд, просто открыв дверь. Вот для меня это тоже один из образов новой школы, не законсервированной стенами кабинетов и уроков. Но мне кажется, что все-таки образование детей, с одной стороны, это социальный заказ общества и государства к режиму взросления ребенка. И каким быть ребенку, какие знания он получит, какое представление о мире, какой инструментарий по взаимодействию с миром, это решает у нас государственная программа. И родители по закону сейчас выступают заказчиками этого образования. Это значит, государство должно их слушать. Получается, что у государства и родителей у них общее дело. Они совместно решают, каким быть образованием для их детей. Это с одной стороны. Но на самом деле ведь это редко бывает так. И даже сейчас многие школы ограничивают активность родителей, не впускают их в школу и в физическом смысле, и не допускают их до, например, участия в разработке концепции школы, и делают это сознательно. И это выбор школы. Но зачем нужно образование, наверное, так можно другой аспект раскрыть шире. Ведь образование – это образ мира, образ мира, который мы хотим транслировать нашим детям. Но дети ведь уже видят свой мир. И вот здесь договориться с детьми, понять, какая картинка мира сложится у ребёнка, в этом проявляется совместная деятельность родителей и детей. Для родителей важно понять, что у ребёнка есть, какая картинка уже о мире, чтобы её дополнить или скорректировать своей картинкой мира, не противоречия ей. Потому что зачастую бывают подмены картинок мира. Например, что касается детской литературы, тем вопросом, которым я занимаюсь. Это яркий очень пример. Это когда общество через школьную программу задаёт детям только один образ мира, только одно они поручают образование. Они изучают литературу XVIII, XIX и половины XX века. И образ мира, который несёт эта литература, – это, собственно, мир прошлого. Так вот, если бы взрослые научились слышать детей и понимать, что у них уже есть своя картинка мира, а её можно обогатить, то тогда бы, например, в школе изучалась и современная литература, которая сейчас пишется, сейчас создаётся, которая отражает образ текущего момента мира. Поэтому, взрослые, давайте слушать детей, понимать детей и допускать, что они уже многое знают о мире. Продолжение следует...